Компьютерные игры 1976-1977 года, ну с начала новости индустрии. По-прежнему основная фирма Atari, и она потом вообще была и 80-е известна всякими приставками, так Atari назывались. Так как дело уже пошло, Atari интенсивно выпускает аркадные автоматы, в частности в апреле 1976 они выпустили Breakout. Появилось много новых фирм. Фирма Exidy выпустила игровой автомат Смертельные гонки, который достаточно был такой известен, больше как скандальный, потому что там давили людей. Ну вот про эту игру Смертельные гонки я расскажу отдельно. В октябре 1976 года Warner Communications купили эту самую Atari, однако бывший владелец Nolan Bushnell остался на посту директора, то есть как бы он остался со владельцем, основателем Atari и директором, то есть он жил по-прежнему хорошо, просто за счет поглощения они новые средства приобретали. За 1976 год было продано 3,5 миллиона видеоигр и общий доход всех видеоигр составил 242 миллионов долларов, то есть огромный жирный гул, правда все это игровые автоматы, то есть еще нету Windows и даже Windows. Atari выпустила первый симулятор вождения, ночная поездка, и потом таких много будет, гонки всякие пойдут, 80-е. Значит, далее 1977 год, в 1977 году Atari открывает первый театр-пиццерия, да, Pizza Time театр. Значит, короче, совмещалась пиццерия и зал игровых автоматов. И потом вот эта вот модель, залы игровых автоматов, при которых что-то продается поесть, она в США господствовала. Но это уже, короче, крупное дело, то есть целые залы они уже открывали, и это придумал Нолан Бушнил. Залы, причем вместе с кафешками, разбогатели они уже сильно. Открыли целую сеть развлекательных центров, которые совмещали залы автоматов с едой. Тем временем японцы постепенно догоняют, тоже выпускают игровые автоматы все это время, и первые прорывы какие-то в графику. Вышли Звездные войны уже с векторной графикой, как автомат, в 1977 году. Ну и Империя, первая игра, где шла борьба уже за карту, тоже с определенной графикой, тоже 1977 год. Ну, в общем, две игры такие, это Гонки, Смертельные гонки и Империя, наиболее выдающиеся для этого периода. Смертельные гонки, компьютерная игра для аркадных автоматов, компания XCD. Одна из первых видеоигр, которая содержала сцены насилия. Значит, что там было? Игрок управлял автомобилем, который двигался по трассе. Распространенный сюжет в то время, потому что какая-то примитивная графика была, вот, допустим, движение по дороге можно было изобразить. Вот, и, значит, там в автомате в самом была педаль газа, рулевое колесо, то есть он прям вот думал, что он, значит, едет. Поскольку они сразу компьютер сделали под игру, там можно было всякие девайсы делать имитирующие, вот, симуляторы были именно вот имитирующие что-то там. Допустим, был симулятор самолета, и там были именно какие-то вот элементы управления самолетом в самом автомате. Вот в данном случае было рулевое колесо, настречу автомобилю двигались объекты схематичные, потому что графика плохая все-таки была. Они назывались гремлины. Вот их надо было давить, после чего они превращались в гробы. Но если ты их много надавишь, то там потом эти гробы надо объезжать. То есть, конечно, чем больше ты давишь, тем сложнее, за счет этого были уровни. Ну и там, значит, давались за раздавленных этих гремлинов, давались уровни какие? Крушитель скелетов, ломатель костей, охотник на гремлинов, водитель-эксперт. Ну, по сравнению с современными шутерами, выглядит как детский сад. Естественно, сейчас у нас целый рынок и целый жанр этих, блин, игр, где все время в кого-то стреляют и убивают. Однако тогда вызвало прям жуткий протест. Вообще народ компьютеров боялся. В фантастике 70-х всякие сюжеты, как компьютеры, захватили мир, хотя компьютеры были крайне тупые на тот момент. По сравнению с теперешними практически ничего не могли. Игра крайне примитивная. Эти гремлины там чуть ли не в виде кружочков выглядели отдаленно, только напоминали людей. Тем не менее, в прессе всякие придурки немедленно устроили скандал, давят людей. С одной стороны, это увеличило интерес к игре, но с другой стороны, больше 500 не смогли продать, просто боялись, что будут дальнейшие протесты. Вот в США на самом деле не свободный рынок, о чем вот рассказывают. Там рынок контролируемый, в том числе вот в данном случае на свободном рынке, естественно, бы круто бы продалось. Это первый шутер ребята выпустили, ну так частично, да. Хотя там, в общем, давилка была, давить надо было. Ну, в общем, вот они были пионерами в своем деле. Продажи были бы огромные, в том числе за счет скандала, но тем не менее скандал остановил их коммерческий полет. Так что свободного рынка в Штатах нет и никогда не было, и в 70-е тоже часть, тем более. Игра империи. Ну, это вот компьютерщики. У компьютерщиков, наоборот, все было бесплатно, никого не давили. У них вообще господствовали всякие идеи свободного кода, и компьютерщики, и продвинутые там сплошь сочувствовали идеям анархизма, и были левыми. И считали, что игры должны бесплатно распространяться. Ну, им было хорошо так считать, они могли сами их делать. То есть там один компьютерщик другому, так сказать, игру сплавит, тот еще что-то там доделает, и так вот они, так сказать, развлекаются. А простой потребитель даже не знал про эти их вот утонченные игрушки. На разных языках еще программирование вечно выпускали, тогда многообразие было большое в 70-е. Значит, империи. Это стратегическая пошаговая игра, которую создал World Till Bright. И он говорил, что он ее прямо в детстве задумал. Значит, это нечто принципиально новое. Вот предыдущие стратегические игры были текстовые, по типу игры Хамураби. То есть надо было что-то вводить. Допустим, я там, или там лимонный киосок была игра, я покупаю столько-то лимонада, продаю там все такое. Столько-то на продажу, там такая-то погода, такие-то успехи в продажах и все такое. Все это просто текстом выдавалось. Так вот, империя, чем принципиально отличается, в империи была карта. И надо было захватывать карту. Вот сейчас нам кажется, что это обычный способ организовать стратегическую игру. Да, цивилизация, варлорды и все такое. Масса их. Но это же надо было додуматься до того, что на компьютере будет карта, и в карте надо будет захватывать города. Вот это же Уолтеру Брайту в голову пришло, они пионеры этого жанра были. Вот в 77-й год играем в империи впервые вот такого типа. То есть захват карты, производство в городах вооружения и все прочее, вот там было придумано. Он говорил, что он еще в школе такую игру придумал. Кстати, я в начале 80-х, независимо от Уолтера Брайта, тоже такую игру придумал. Но я рисовал карты, естественно, на бумаге, будучи маленьким там, 8-летним ребенком. И придумал, какие в этих картах города, какие там государства, как они захватывают друг у друга территории и так далее. Это я полностью на бумаге. Конечно, не было компьютеров. Вот, видимо, Уолтер Брайт тоже в школе такое что-то такое рисовал. Я, конечно, слыхом не слыхивал про игры компьютерные в начале 80-х. Вот кроме автоматов, которые стояли и совсем другие были. Про такую игру я не слышал, но я сам ее тоже придумал. Может быть, другие дети тоже придумывали такие игры. Ну вот, он тоже придумал. Он сначала пытался сделать ее как настольную игру. Что будет стратегическая карта некая нарисованная. На ней будут фигурки. Надо будет по определенным правилам двигать там фигурки и захватывать города. Но потом он пришел к тому, что на карте это все очень сложно получится в итоге. Вот у меня тоже, когда я такие игры придумывал на бумаге, у меня все время усложнялось. Я все время писал всякие данные там на листочках вокруг. Потому что ему надо было всякую статистику придумать, сколько там в этом городе производится и так далее. Вот, видимо, у Уолтера Брайта тоже все усложнялось. И он решил, что нет, не получится такой настольной игры интересной, слишком сложной она будет. А вот, когда он стал программистом, он сначала понял, что, во-первых, на компьютере это все будет автоматически и будет интересно играть. Сначала он на бейске написал, потом на фортране написал. И вот, 77-й год он на фортране написал, еще когда учился в университете ее. Вот эту игру, которая стала основой всех будущих всех этих игр такого жанра. Он ее начал своим друзьям показывать, и ее запретили в университете, потому что все играли в игру империи, и никто не хотел учиться. Кстати, игра «Цивилизация» первая, очень тоже примитивная, и тоже в 90-е носила характер эпидемии. Во всяких заведениях, где стояли университетские, там все прочее, где стояли компьютеры, все играли в эту игру «Цивилизация», и никто работать не хотел. И вот игра «Империя» тоже, видимо, такое произвело. Все начали играть, и никто не хотел работать. Вот, тем не менее, значит, он эту игру переписал, и даже две копии ее продал. Потом он, значит, кончил университет, а игра распространилась, но там все-таки Калифорнийский технологический институт готовили лучших программистов страны в том числе. Они начала распространяться, они помнили, что они в такую игру играли в ВУЗе, повсеместно начали всякие версии ее сочинять на всевозможных компьютерах, тогда в огромном ассортименте были. Наконец, сам Олтер Брайт проснулся, и в 83-м году доказал, что он ее придумал в 77-м году. То есть свое это авторство он в 83-м году утвердил, но он ничего против не имел шароварного распространения, то есть она, в общем-то, бесплатно распространялась. Все 80-е, на всевозможных BBS-ках, это первые эти сети компьютерные появлялись, вот там часто стояла игра «Империя», и, в общем, все в нее играли. Никто ничего не платил, она бесплатная была, потому что вот программисты придумали, это не приставка была. Вот приставки там был, да, уже серьезный бизнес там, а вот это вот просто, так сказать, развлечение для интеллектуалов. Сам Олтер Брайт свою игру совершенствовал, пошел из XC в 80-е, ему это понравилось. Он сделал ее на сишники для IBM PC, вот IBM пошла в 80-е годы для ходовой, и даже пытался ее продать, но никакие эти компании не покупали. Потому что компании, которые занимались играми, занимались автоматами, они считали, что там должен быть картинка, симулятор и так далее. Они не понимали, что за захват карты, что это будет реально интересно. То есть первоначально он, короче, ни в какую компанию даже не мог продать в 80-е годы, хотя она была популярна среди нердов, это игра «Империя», да? Наконец, все-таки с 87-го года он нашел компанию, наняли Марка Балдуин и сделали графику, уже графика в 87-м году была разная. Сначала он делал там графику текстовую, то есть эти все острова, они там как-то буквами изображались, а в 87-м уже была более-менее графика. И вот в 87-м уже компьютерные фирмы на коммерческой основе выпускают эту игру «Империя» для Atari, для Amiga, для Commodore, это все древние типы компьютеров, для Apple, первая версия, для Macintosh и для DOS. Это все операционные системы первых примитивных персональных компьютеров. Ну и все, значит, опять бурный успех. В 88-м году «Империя» была игрой года, все на всех персоналках прошло, всем жутко нравилось, рецензии всякие героические, первый уровень все ставили, особенно, значит, DOS начался, и в 89-м году «Империя» для DOS вообще везде. Но она уже была с графикой на C, уже совсем не то. Ну, потом, по мере совершенствования графики, уже, значит, наследники переписывали, Марк Балдуин тот же, потом другие люди занялись, купили права на «Империю» и все время ее переделали. То есть, есть современные версии этой «Империи», но это уже не трудно, это уже из современных представлений, то, как такая игра должна выглядеть. Сходит там графика навороченная и все такое. Значит, «Империя», многие вещи там были прорывные для стратегических игр, можно их перечислить. Во-первых, карта. Во-вторых, туман войны. То есть, пока не освоишь территорию юнитами, не видишь ее. Вот это в «Империи» впервые появилось. До всего этого надо додуматься, по идее. Потом, производство боевых единиц в городах, вот впервые появилось в «Империи». Перевозка их на кораблях. Возможность игры двумя людьми по электронной почте там была. Редактор карт и постоянно выпускались новые карты и сценарии. Правда, вот на основе народного творчества, то есть хаотически. Все придумали новые карты под них, балдели, вот это и все. Ну, в общем, входит, по многим оценкам, в 25 лучших игр всех времен и народов. И даже были списки лучших игр всех времен 90-х, куда входила «Империя». Почему? Потому что она породила жанр глобальных стратегий вот с симулятором бога. Цивилизация, Орион, Виктория, все такое. И про этот жанр впереди я буду говорить еще много. А самая первая это вот была «Империя». «Империя»